Российско-американский историк Юрий Ферштинский. Юрий, я вас приветствую. Добрый день, здравствуйте. Юрий, ну вот в Кремле считают, я сейчас цитирую из Медузы, что атаки ВСУ про гражданским целям на территории России являются атаками отчаяния. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя воскресную атаку беспилотниками на Москов-Сити. И слова Владимира Зеленского о том, что война возвращается в ее символические центры на территории России. Ну, я не знаю, чье отчаяние было продемонстрировано вчера. Судя из очередного заявления Медведева в своем телеграме, отчаяние все-таки на российской стороне. Вот вы о своем недавнем интервью отметили, что после недобунта Пригожина ядерная риторика немножко поуменьшилась в России со стороны российских чиновников. Ну вот Медведев опять вылез с чем-то подобным. Он вчера заявил, намекнул о том, что Украине нужно молиться на российских воинов, которые как раз эту ядерную войну и отодвигают, собственно. Ну, с одной поправкой. До этого Медведев угрожал ядерной атакой Западу, Европе, Западной Европе в том числе. А сейчас, как мы видим, он переключился на угрозы Украине. Поэтому в этом смысле посмотрим еще, вернется ли Медведев к своим страшилкам и начнет ли он снова, как и ранее, угрожать Европе ядерным ударом. Каждый раз, когда мы видим вот такие вот отчаянные твиттеры Медведева, я думаю, понятно, что украинцы попали в цель. Вот так было после разрушения Крымского моста. Да, да, и вот так сейчас происходит после атаки на Москву. Из чего следует, что это ровно то направление, по которому украинские ВСО должны двигаться. И я неоднократно говорил, что эту войну нельзя выиграть без того, чтобы Россия ее почувствовала. А Россия не может ее почувствовать, если удары не наносятся по Москве. Потому что единственный как бы нервный центр России – это Москва. Вся остальная территория никого не волнует, потому что все как бы сливки путинского общества, имеющие отношение и к бизнесу, и к политике, и к управлению государством, и к финансам, да, все эти люди сосредоточены в Москве. Поэтому до тех пор, пока Москва не будет чувствовать этой войны, Россия может вести эту войну вечно. Ну вот британская разведка пишет, что последние атаки беспилотникам на столицу страны-агрессора Москву и ускорение призыва в армию свидетельствует, что в Кремле уже не способны защитить собственное население от войны. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим, и вы постоянно об этом говорите, и год назад мы помним статью Залужного-Забродского о том, что война должна вестись и на территории России в том числе и так далее, в этом есть, конечно, элемент справедливости. Но в чем инструментальность этого? Ведь эта шпалка о двух концах, это также все эти кадры разрушенных этажей, скажем так, бизнес-центра Москвы могут быть использованы путинской пропагандой, с тем, чтобы в очередной раз трубить о том, что Отечество в опасности и нужно мобилизовываться на священную войну за сохранение своей страны. Ну, вы знаете, во-первых, о том, что Отечество в опасности, они трубить стали еще до 24 февраля 22 года. Во-вторых, Россия же не относится к тем странам, где что-то зависит от населения. Ну, будем откровенны. Не то, что у нас население в России в свободном голосовании решает продолжать войну или не продолжать, призываться в армию или не приживаться. Мы видим, что Россия сейчас вот только что, да, был проведен закон, увеличивающий срок призыва с 18 до 30 лет. Кстати, это не то, что обещалось. Обещалось, что верхний барьер будет как бы поднят, но и нижний барьер будет поднят, а этого не произошло. Поэтому мы видим, что Путину не хватает, естественно, солдат для армии, но не эти солдаты определяют, идти им на войну или не идти. Поэтому я бы спокойно относился к риторике. Я считаю, что все, что Путин как бы делает для разрушения Украины, он уже делает от ответных ударов Украины. Как бы российские удары усиливаться не могут. Они и так усилены до предела. Вот за исключением как бы ядерной конфронтации уже все уровни пройдены. Но войну действительно нельзя как бы и вести неправильно, и выиграть нельзя, если Украина не имеет права наносить удары по территории противника. И проблема, конечно, в том, что, ну, долетели дроны до Москвы, мы это все видели, но это, собственно, не те дроны и не те удары, которые должны наноситься по Москве. Для того, чтобы эти удары были ощутимыми настолько, чтобы Москва как бы решила эту войну закончить, нужно, чтобы это были как бы дроны западного производства. Нужно, чтобы Украина имела право наносить по России удары западным, получаемым на Западе современным оружием, а не своим собственным оружием, которое, как все мы понимаем, в условиях войны модернизировать и доводить до совершенства очень-очень сложно. Поэтому, конечно, это политическое решение Запада, которое, к сожалению, Запад до сих пор не принял, да, с одной стороны, о поставках всех необходимых видов вооружения, и с другой стороны, разрешение на использование этого оружия для ударов по территории противника, включая Москву, и главным образом Москву. Ну и затем мы видим, что у нас сейчас создается еще один очевидный, как бы снова, да, плацдарм для нового витка агрессии, еще непонятно какой именно, непонятно против кого именно в Беларуси. Вот Беларусь как была плацдармом, основным, в общем-то, плацдармом геополитическим для российской агрессии, так она до сих пор и остается, тем более, что сейчас там уже и атомное оружие, по крайней мере, частично переброшено в Беларуси, и вагнеровцы, по крайней мере, частично переброшены в Беларуси, и начинается какое-то такое словесное нагнетание агрессии в отношении Польши и Литвы. К чему я отношусь относительно, ну, спокойно, скажем так, вот к атомной угрозе из Беларуси я не отношусь спокойно, а к вот этим вот словесным угрозам против Польши и Литвы силами вагнеровцев я отношусь достаточно спокойно, откровенно говоря. Вот, кстати, по поводу Беларуси, отдельно об этом тоже поговорим еще, интересная, разумеется, тема в контексте ЧВК Вагнера и так далее, но вот заявление от некого такого директора второго департамента стран СНГ, МИДа Российской Федерации Алексея Полищука, Россия готова вывести тактическое ядерное оружие из Беларуси, если США откажутся от размещения своих ядерных боеголовок в Европе. Гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с территорией Беларуси будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Беларуси. Это предполагает полный вывод всего американского ядерного оружия на территории США с реквендацией соответствующей инфраструктурой в Европе. Это мне кажется очень, знаете, похожим и по духу, и по букве, что называется, с таким ультиматумом, заведомо неисполнимым ультиматумом, которое Путин поставил в Европе перед торжением в Украину. То есть забрать свои манатки и оставить на произвол судьбы и Балтийские страны, и Польшу, и все остальные, которые успели вступить в НАТО. Ну, я бы считал, что дело даже не в этом. Вообще-то в Европе есть два государства, которые являются членами НАТО, и у которых есть ядерное оружие. Это Франция и Англия. Поэтому требования вывести американские войска, ядерные, из Европы, в общем-то не решают, тогда уже для России все равно не решают вопросы ядерной безопасности, потому что ядерное оружие есть у Франции, ядерное оружие есть у Англии. Я думаю, что это попытка создать диалог, что тоже говорит о панике, между нами говоря, в России. В общем-то это так содранная схема Карибского кризиса, когда Советский Союз в конце концов как бы согласился не размещать ракеты на Кубе, а американцы как бы убрали их из Турции, хотя на самом деле из Турции их и так планировалось убрать еще до Карибского кризиса. Я думаю, что, повторяю, это попытка вступить в диалог, что безусловно говорит о том, что у России не осталось ходов в Украине. Они могут продолжать, безусловно, какое-то время и может быть даже долго войну против Украины, потому что по нынешней схеме разрушение наносится Украине, а Россия, в общем, просто теряет войска, на которые России плевать. А Россия самой войны не чувствует. Вот нет городов буквально, которые, может быть, за пределами нескольких приграничных, которые чувствуют войну. Вот не чувствует Россия войны, ну вот никак. Ни Москва, ни все прочие города. Поэтому, конечно, это серьезный момент. Без того, чтобы Россия чувствовала эту войну, у нее нет стимула ее завершать каким-либо образом. Но ядерная угроза оставалась до недавнего времени как бы неким следующим ходом, последним ходом, который был еще Путина в запасе, последней козырной картой. Сейчас, тем не менее, у меня такое впечатление, что после 24 июня как бы вот эта ядерная риторика, она тем не менее постепенно подменяется. Вот с одной стороны, Медведев угрожает уже не Европе ядерным оружием, а Украине. С другой стороны, уже вот видите, появляются какие-то голоса, которые говорят, что нужно договариваться, нужно торговаться по вопросу ядерного оружия. Но, будем откровенны, любой здравомыслящий человек понимает, что как бы ядерную угрозу в мире сегодня создает исключительно Россия. Потому что ни разу за все эти годы, если не сказать за десятилетия, со стороны НАТО не раздавались угрозы в отношении Российской Федерации и не поднимался вопрос о применении ядерного оружия, и не объяснялось, что есть такое вот оружие, которое прямо уничтожит Российскую Федерацию, и оно уж никогда не поднимется. Поэтому это все в одностороннем порядке делается Российской Федерацией. Поэтому тут прерогатива уменьшения этого ядерного накала тоже находится у России. Собственно, диалога на эту тему на самом деле с Россией никто не ведет. Вот на это тоже можно обратить внимание, да, вот Медведев там тиражирует эти страшилки свои. Не только Медведев, да, ведь у нас и статья Караганова была, и статья Тренина была, и Патрушев в интервью там что-то про ядерную угрозу говорил, да и Путин, в общем-то, тоже. Уже мы даже не будем обсуждать пропагандистов российских и белорусских. На самом деле диалог на эту тему с Россией вообще никто не ведет, да. Вот, да, караван идет, да, и идет, да, а ветер дует. Юрий, ну вот в связи с этим, если уже закрыть эту тему, Беларусь, Польша, Суалфийский коридор, вы не считаете это серьезным каким-то развитием ситуации? Вот тот факт, что ЧВК Вагнер сейчас присутствует, якобы на территории Беларуси, и всячески российская сторона намекает, и Лукашенко тут подыгрывает, что это может быть очень серьезным фактором дестабилизации, такие прозрачные намеки на западном направлении. И вот даже некоторые очень уважаемые и сдержанные, ну явно не хайпующие излишне голоса, как и украинский журналист Виталий Портников, я уверен, вам известный, он сказал, что вообще, глядя на то, как это все развивается, он уверен, что, в принципе-то, и Пригожинский недобунт был спланирован акцией Путиным и ФСБ, потому что в результате мы имеем это. Путин может показать, что вот смотрите, это некий зеленый человеческий сумасшедший, я, со мной нужно договариваться, за них я никакой ответственности не несу, подобно того, как это было в Крыму в 2014 году, Гиркин, Стрелков, Славянский и так далее, что это была спланирована акция, в результате которой Путин вообще усилился и открыл теперь потенциально новый фронт. Ну, с чем-то я как бы абсолютно согласен, а кое-что я считал бы нужно тут разъяснить. Ну, Беларусь не новый фронт, да, Беларусь это старый фронт, это фронт вот 22-го года, с которого по существу началось вторжение в Украину полномасштабное, и без которой нельзя было провести в 2014 году полномасштабное вторжение, да, и это та причина, по которой его в 2014 году не было, потому что для полномасштабного вторжения в Украину нужна Беларусь. Так что Беларусь это как бы старый плацдарм, просто сейчас он чуть-чуть как бы иначе разыгрывается, да, и я не думаю, будем откровенны, я не думаю, что 24 июня была операция, спланированная Путиным, я думаю, что это была операция, спланированная ФСБ, с целью как бы перераспределить роли по управлению государствами, и забрать у Путина, по крайней мере, часть власти, а может быть и всю, это мы еще посмотрим, да, и в этом смысле Путин не выиграл победителем из этой схватки, вот никак он не выиграл победителем, и не вышел победителем, и наоборот открылись всему миру, между прочим, открылись как бы неожиданные слабые стороны созданного им режима, да, вот в 2000 году он начал создавать там режим некий, выстрекать власти, и вдруг выяснилось 24 июня, что у него нулевая поддержка, вот там все обсуждают, сколько у него там 86%, 84% Путина поддержки, там может 82, ноль у него поддержки, просто ноль, и мы это видели, мы это видели по Ростову, который наполовину приветствовал Пригожина, а на вторую половину побежал на вокзал эвакуироваться, и мы это видели по Москве, где ни один голос не поднялся в защиту Путина, ни один человек не выступил в защиту Путина, ни одно официальное лицо не выступил в защиту Путина, ни один член его кабинета не выступил в его защиту, не говоря уже о спонтанных демонстрациях толпы, поддерживающей своего лидера с возгласом «Верните нам Путина, долой Пригожина», да, не было ничего этого, все легли на дно, и Песков лег на дно, и Захарова легла на дно, и МИД лег на дно, и все сидели по углам и смотрели, чем же все это закончилось, ну, закончилось тем, что вот вроде бы там о чем-то Патрушев договорился с Путиным. И в рамках этого соглашения, да, нашли, я думаю, достаточно неожиданно, там много было неожиданностей, я уверен, что сбитие шести вертолетов и одного самолета не входило в планы людей, которые готовили некую операцию, да, это все уже получилось спонтанно. Это всегда так бывает, особенно когда операции готовят спецслужбы, не все идет по плану. И вполне возможно, что план перебросить Вагнерса в Беларусь, как бы он тоже родился вот именно 24 июня, вполне спонтанно и стал реализовываться. Но мы видим и по встрече Пригожина с лидерами африканских стран, да, что Пригожин не потерял, как бы, ну, не знаю, как сказать, ни одной ниточки своей власти, да, вот в результате событий 24 июня. А Путин явно потерял, и Медведев, тем не менее, сказал, что это была попытка захвата власти, правда, не разъяснил с чьей стороны. Так что, нет, Путин выглядит сильно потрепанным, и будем откровенны. Я раньше был убежден, что он будет выставляться в 24 году и, безусловно, победит. Сейчас я не уверен ни в первом, ни во втором, и вообще-то не уверен, что он долго просидит в кресле президента. Но это мы посмотрим. А что касается вагнеровцев, то все-таки на них нужно смотреть, и теперь это уже понятно. Никак на какую-то... Ну, и раньше мы на них не смотрели. Они хоть и назывались там частная военная компания, да, но какие же они частные, когда, как сказал нам Путин, они из бюджета Российской Федерации получали сотни миллиардов рублей. Какая же она частная? Она абсолютно государственная. И вопрос теперь в том, кто стоит за этой компанией. И поскольку мы знаем, что это не Министерство обороны, и, соответственно, не групп, потому что иначе не нужно было бы их переводить, как Путин пытался сделать под крыло Министерства обороны. И поскольку это не Росгвардия, то остается только одна структура, которая может, соответственно, управлять и контролировать такой частной военной компанией. Да и создать ее могла. Это структура ФСБ. И вот если считать вагнеровцев параллельной структурой госбезопасности, что нормально, в Советском Союзе были такие параллельные структуры, КГБ создавало их, а это как бы хорошо известно сегодня, то тогда понятно, что это абсолютно дисциплинированные люди, которые выполняют приказ. Вот сказали идти на Москву, пошли на Москву. Сказали остановиться, в ту же секунду остановились. Сказали идти в Беларусь, пошли в Беларусь. Поэтому делать из них зеленых человечков и неконтролируемых каких-то там партизан, ну, Путин может, конечно, делать вид, что они неконтролируемые зеленые человечки. Но, в общем-то, мы ему в этом вопросе не поверим. Эти люди, это люди, которые выполняют приказ. Что им прикажут, то они и сделают. А приказывает им ФСБ Российской Федерации. Юрий, вы уже сказали о том, что вполне возможно Путин понимает, или, по крайней мере, есть понимание в высшем военно-политическом руководстве России, что шагов осталось очень мало на украинском направлении, ситуация в тупике. Вот в этом контексте мирные инициативы по Украине, в частности, в Саудовской Аравии, должна пройти очередная такая встреча, куда пригласили десятки стран, кроме России. Ожидается, что она пройдет уже буквально через неделю, 5-6 августа, в саудовском городе Джидда. На него приглашены высокопоставленные чиновники уровня советников по нацбезопасности из более чем 30 стран. Опять-таки, повторю, не из России. По данным СМИ, на встречу пригласили представителей Китая, Бразилии, ЮАР, Индии, Иннезии, Аргентине, Египте, Мексике, Чили и Замбии. Также получили приглашение страны, которые поддержат Украину. Это Япония, Южная Корея, десятки европейских стран и непосредственно Евросоюз. Ну и вот есть такое мнение среди западных аналитиков и дипломатов, что решено было провести это заседание в Саудовской Аравии в надежде привлечь на встречу Китай, который, разумеется, как мы знаем, поддерживает тесные связи с Россией. Пишет об этом Wall Street Journal. Ваше ощущение, насколько это может иметь какой-то успех, почему Саудовская Аравия, можем ли мы что-то вычитать из этого самого географического расположения этой встречи? Ну и вообще, насколько это все действительно может иметь какой-то успех на фоне заявлений того же даже Александра Габуева из российского центра Карнеги в Берлине. Он в Financial Times написал колонку, где пишет, что Владимир Путин готовится к большой и долгой войне. Владимир Путин, может быть, готовится к большой и долгой войне. И, например, закон о повышении призывного срока – это, конечно, указание на то, что Россия готовится к большой и долгой войне и не только с Украиной. Вот это, опять же, очень важно понимать, что нет только с Украиной. Поэтому, если в этом контексте мы рассматриваем возможные вылазки вагнеровцев против Польши и против Литвы, то, прямо скажем, это такое приглашение НАТО, опять же, нанести превентивный удар по Белоруссии и взять под консоль Беларусь. Но я, собственно, давно радуюсь за то, чтобы НАТО и Украина наконец-то занялись белорусским вопросом и сменили режим Лукашенко на демократический режим. Но это отдельная тема. Я не думаю, что эта встреча даст какие-то результаты. Слишком много участников. Все они привезут, ну, понятное дело, делегации всех этих стран привезут свои мирные планы. Эти планы будут разными. Будут планы, основанные на признании границ 2013 года, на репарациях, на выдаче военных преступников. Будут планы, основанные на обмене мира на земли и так далее. Разные будут варианты. Единственный положительный знак, что участвовать в этой конференции не пригласили Россию. Потому что если бы Россию пригласили участвовать в такого рода конференции, то это было бы серьезным ударом дипломатическим по Украине. И указывало бы на то, что Запад подготавливает почву для сдачи своих позиций в Украине. И для завершения этой войны любым способом. А так, я думаю, это будет конференция, где будут обсуждены разные точки зрения и разные планы. Но, в общем, поскольку это всего лишь конференция, то, наверное, Украина останется при своем мнении в отношении того, как должна заканчиваться эта война и на каких условиях. И Украина, как мы знаем, есть в этом вопросе серьезная поддержка со стороны целого ряда стран, которые придерживаются, опять же, такой же точки зрения, как и Украина на проблему этой войны, окончания этой войны. Ну, а, понимаете, Китай, мы уже знаем точку зрения Китая. Китай по существу поддерживает Россию политически, и даже не только политически. Китай поставляет России, продает России товары двойного назначения, так называемые. Поэтому Китай реально занимает провокационную политику. Он как бы создает в России впечатление, что он поддерживает Россию, а на самом деле задача Китая, естественно, максимально ослабить Россию и максимально изолировать ее от Европы. Ну, этим, собственно, Путин вместе с Китаем успешно занимается, вот как минимум уже 17 месяцев. Поэтому, повторяю, я не жду каких-то драматических последствий от этой конференции. Юрий, вот последний вопрос. В этом контексте уже западного фронта, я имею в виду западных союзников Украины, в контексте недавнего заявления Минобороны Италии Гвидо Крузетто о том, что ситуация в Украине зашла в тупик, поэтому требуется политическое решение. Он это связывает с трудностями, с которыми столкнулось украинское контрнаступление. Это очередная такая демонстрация нетерпления, нетерплячести, как в народе говорят, со стороны западных. Насколько это сейчас, на ваш взгляд, имеет место? И можно ли предположить, что вот с каждым днем подобное давление уже с западной стороны, от наших западных союзников в Украине, будет усиливаться? Ну, помните, как Черчилль про Италию говорил, что итальянцы всегда заканчивали войну не на той стороне, на которой они ее начинали. За тем редким исключением, когда война длилась настолько долго, что они успевали менять фронт по разу. Поэтому, конечно, можно именно под этим углом зрения рассматривать комментарии Италии. Понимаете, конечно, Европа устала от войны, конечно, весь мир устал от войны. Но наша, в общем, общая задача все-таки заключается в том, чтобы от войны устала Россия. И для того, чтобы она от войны устала, нужно, чтобы Россия эту войну чувствовала. А пока что недостаточно с чинозападными союзниками, будем откровенны, делается, как бы, ну, возможное для того, чтобы Россия эту войну чувствовала. То есть, делается достаточно для того, чтобы Украина держала фронт. И, как бы, спасибо большое союзникам за это. Но недостаточно для того, чтобы Россия чувствовала войну. А закончить эту войну можно только тогда, когда Россия эту войну почувствует. Вот если бы это сказал бы, как бы, министр обороны Италии сказал бы вот это, да, что наша задача сделать так, чтобы Россия устала от этой войны. А пока что Россия делает все возможное, естественно, да, чтобы Запад устал от этой войны. То есть, добивается, тем не менее, уже 17 месяцев, да, добивается того, чтобы Запад не давал Украине, как бы, самое современное и необходимое оружие, в том числе F-16, в том числе ракеты дальнего радиуса действий. И главное, шантажировать Запад тем, что если Запад даст разрешение Украине наносить удары по территории Российской Федерации западным оружием, ну вот тогда вот мы уже начнем ядерную войну, потому что нам уже отчаянно терять нечего, тельняшку на груди рвем и прямо запускаем ядерные ракеты. Вот пока что Запад, тем не менее, из-за вот этого ядерного шантажа, он действует, будем откровенны. То есть, результат и причина, по которой Запад не дает Украине всего того, что нужно, и не дает разрешения наносить удар по территории Российской Федерации, это опасение ядерного удара со стороны Российской Федерации. Ну и буквально уже на совсем уже, на останок, как у нас говорят в Украине, напоследок, что касается все-таки Атакамцев, вы сказали, и F-16, ну вот все-таки что сейчас удерживает администрацию Белого дома от этих решений? Вот Андрей Андреевич Пятковский постоянно утверждает о присутствии разных лагерей, в том числе вот лагерь, с одной стороны Остина, Блинкина, с другой стороны Салливана и Бернса, которые якобы, согласно Пятковскому, тормозят весь этот процесс. Вот как вы это видите? Я примерно так это и вижу. То есть мы, может быть, там к этим лагерям можно относить тех и других людей, но то, что есть разные позиции в Белом доме, и одни люди считают, что нужно более жестко разговаривать с Россией, а другие считают, что нет, все-таки надо как-то учитывать интересы Российской Федерации, я думаю, что этот лагерь существует. Вы считаете, что этот лагерь существует? Понятно, понятно. Спасибо большое, Юрий Фештинский, вы были крайне великодушны своим временем, сегодня своим, а своей, разумеется, экспертной оценкой, друзья, с нами был российско-американский историк на связи с Бостон Юрий Фештинский. Субтитры создавал DimaTorzok